всех приветствует отвертка канал домашнего мастера и наш партнер сайта xbt.com сегодня у нас очень интересный правильный вопрос 4 распространенные ошибки при выборе стиральной машины как вы знаете при выборе стиральной машины люди обычно смотрят бренд на указанные производителем характеристики много там чем может быть написано на внешний вид на количество режимов стирки и многое многое другое также надо учитывать лапшу развешенную на нашей на наших ушах с помощью продавцов консультантов но многие наши зрители упускают из внимания некоторые важные детали в лучшем случае это приводит к необоснованной переплате часто у нас это дело получается в худшем к разочарованию от покупки или даже невозможности нормально использовать технику в этом видео мы расскажем об ошибках которые часто совершаются при выборе стиральной машины и так поехали и так первое и очень большая ошибка это ошибка в габаритах ширина и высота большинства стиральных машин мало отличается 59 с половиной 60 сантиметров и 84-85 сантиметров соответственно чего нельзя сказать о глубине или про глубину вашего гаджета производителем обычно указывается глубина по верхней крышке но она почти всегда на несколько сантиметров меньше фактической ширины на высоте дверцы стиральной машины по-любому и так также необходимо помнить что расстояние от задней стенки агрегата до стены обычно составляет 5-10 сантиметров еще хотя бы по одному сантиметру свободного пространства должно быть по бокам от стиральной машины по-любому и так полностью открытая дверца агрегата добавляет глубине дополнительно 40-45 сантиметров открыли моща вот это вот поперла и так далее за редким исключением дверцы открывается справа налево а на другую сторону ее не перевесишь в отличие от дверцы холодильника если габариты стиральной машины подобрана неправильно то нормально пользоваться ей уже не получится например у вас может не оказаться достаточно места чтобы обойти дверцу открыть машинку и положить или достать белье и так далее одним словом перед выбором стиральной машины нужно первым делом тщательно провести замеры на месте будущей установки вашей стиральной машины все промерить записать обязательно и так далее потом взять рулетку приходим в магазин и там начинаем все это дело вымерять смотрим подключенные сзади шланги г-образные или прямое подключение тут надо тоже будет посмотреть и так далее вывод например воды то же самое сколько сантиметров сзади у нас прибавляет и так далее так что померить будет что следующая фишка это погоня за цифрами не имеет смысла гнаться за большим количеством программ стирки в действительности после покупки я и все остальные скорее всего пользуются только двумя ну максимум пятью режимами не более дополнительные режимы с красивыми звучными названиями указаны на лицевой панели стиральной машине чаще все является маркетинговой фишечкой нежели по-настоящему полезными функциями число оборотов за высокое число оборотов 1400 и выше в режиме отжима переплачивать тоже не обязательно во первых эти обороты достигаются только на стенде во время испытаний производителем с максимальным с минимальным количеством белья в барабане во вторых отжим на повышенных оборотах негативно сказывается на самом белье меня жена заметила сказывается на валя подшипниках демпферах и так далее и тому подобное ускоряется износ не только самой стиральной машинки но и одежды при больших таких будем говорить так оборотах ну и шум соответственно на весь стояк по дому там грохочет и так далее пляшет машинка и так далее скажем следующее максимальная загрузка белья измеряется в килограммах а это также не тот параметр на который стоит ориентировать и при выборе стиральной машины производители некоторые говорят там 10 12 и более килограмм белья это означает что конкретная модель не сломается после цикла стирки с указанной массой белья но это не значит что она сможет качественно и и постирать чтобы например поместить стиралку 10 килограмм белья или более вам придется заполнить ее до будем так все по заполнять а в набитой битком стирали машине у вас белье нормально не постирается будет горит так и так далее потом выжимка у нас будет машину можно развалить будет таким весом и так далее и так скажу следующее вместо значения максимальная загрузка белья лучше обратят обращать внимание на объем бака в литрах это дает лучшее представление о возможностях вашей стиральной машины но к сожалению не все производители эту цифру указывают еще одна есть ошибка наших зрителей это отказ от дисплея хорошая вещь дисплея если честно наиболее бюджетные модели стиральных машин как вы заметили до сих пор не обладают дисплеем а между тем это крайне полезная вещь ведь на дисплее еще на стадии выбора программы демонстрируется ориентировочное время стирки а непосредственно во время работы агрегата во время стирки на дисплей всегда можно увидеть оставшееся время до конца рабочего процесса хорошая вещь таким образом в отличие от рассмотренных предыдущем пункте вещей за дисплей как раз все таки лучше переплатить то есть дисплейчик это zr год ну и четвертая фишка это стиральная машина с сушкой ну и с определенными проблемами и так комбинированные агрегаты вот как в этом виде вы заднюю часть видите всю запыленную за лохмаченую и так далее комбинированные агрегаты совмещающие в себе стиральную и сушильные машины на первый взгляд как бы удобные они занимают вдвое меньше места чем две отдельных машинерии одна стиральная машина другая так сушили на все перекладывать и другая и так далее вот зачастую именно стиральные машины с сушкой вот как в этом на этом скриншоте становится разочарованием для многих многих владельцев ведь через год-два они начинают очень плохо сушить белье к тому же появляются непонятные будем так неприятные запахи в этом в этом агрегате а все дело в том что ворс пыль в подобных агрегатах в силу отсутствия специального фильтра оседают внутри пластикового воздуховода и со временем там образуется заплесневевшие вот эти вот отложения типа валенки ватина или что-то такое воздуховод необходимо чистить в среднем раз в год а в инструкции к стиральной стирально-сушильному автомату об этом обычно вообще ничего не говорится вот простая пользовательница купила и как почистить да вы что ребята а в мастерскую о это совершенно будем говорить так другая история и так данную процедуру нельзя назвать легкой и быстрой оценить трудозатраты можно так сказать вы почувствуете особенно по финансам это ж надо эту машинку отключить это мужик должен участвовать в этом вопросе разбирающийся соответственно вынести из дома погрузить отвезти потом обратно этот процесс забамбурить так что и геморройная вещь стирально-сушильный агрегат ну и скажу следующее приобрести стиральную машину сушка это не ошибка если узнать об этом нюансе нюансе и быть готовым к ее периодическому обслуживанию то есть мужик должен быть рукастый технарь зритель нашего канала в противном случае положительных эмоций от ее эксплуатации будем говорить так вы не получите так что удачи вам в выборе правильной хорошей стиральной машины и чистоты вам это канал отвертка канал домашнего мастера надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно интересно